Только зайти и выйти, к сожалению. Камрад, тебя не слышно? Так я молчу, поэтому и не слышно. А, ну всё, хорошо, тогда закрывай. Ну что же, темой нашего разговора станет... Ну, совершенно случайно, мы решили заговорить за деда и понять, что он читерный персонаж во всех отношениях и явно что-то скрывает. Больше, чем на самом деле уже успели вскрыть все замечательные диггеры и так далее. Ну, начнём с того, что он слишком читерный персонаж, особенно если его прокачать до С6, по сравнению с другими архонтами. И вот что вы думаете по этому рову? Мейнер деда. Что вы думаете по поводу того, что дед очень читерный персонаж? Объясните нашим замечательным друзьям, которые, возможно, нас будут смотреть, особенно запись этого, кстати, замечательного действа, потому что вы не поверите, я записываю этот кошмар, возможно, без звука. В общем-то, на замечательный телефон, да. Я потом как выехину куда-нибудь. Ну, я уже рассказала. Не, ну ты мне рассказала, а теперь им расскажи. Вау, салют, спасибо. Вау, не знала. Если вы не знаете, я как бы только-только начала играть в Геншин. Да, здравствуйте. Я здесь самый что ни на есть нуб по Геншину. Значит, вот здесь вот стоит просто дед и архонт среди всех нас. А сверху стоит камрад, который, опять же, играл достаточно долго, соблазнял меня на эту игру еще дольше. Вот, так что вот мы будем говорить вместе с ними об этом всем. И я здесь самый главный нуб. И продолжаем про консталляции, пожалуйста. Поняли, да? То есть это толстый, сильный, щит, а потом еще и хилл. Вопрос. И этот человек... Это вообще, по-моему, интересно. Ну, теперь понимаешь, почему все хотят деда С6, да? А теперь главный вопрос. Они хотят просто деда. Начнем с... А, просто деда. Ну, по-моему, только я его не хочу. Кошмар какой. Марго, у вас есть подозрение относительно деда? Я хочу подозрить. Че ты ржешь? У тебя подозрение по поводу деда есть или нет? Подозрение? Ну, насколько часто я наблюдаю его жопку и все остальные части тела? Отсутствует подозрение как-то. Да? То есть его телосложение не дает сосредоточиться на, возможно, подозрительных деталях? Возможно. Давайте тогда... Ты слишком далеко, женщина. Я даже в ушке. Я к тому, что в наблюдении за ними 90 любимого характера, в смысле, character, могут показаться все мейнеры, Кайи, Тертари, деда. Вот скажи мне, ты специально не загоняла некоторых на... Заполсти на горло, хотя там есть телепорт. Ну... Было дело. Тишина! Аааааа! Я не знаю, что ты, камрад, гоняешь туда Лизу. Да, я, я, я... Она стойнет так классно. Если бы Кая издала примерно такого же рода звуки, я боюсь, он бы у меня тоже по стенкам ловил. Так. У меня никаких не есть. Ну, конечно. Тогда я задам вопрос более конкретно. Простите, что я жую булочку. Нет, не его булочку, не надо. Да. Марго. Я так громко попала. Вы помните момент, когда замечательный дед... Как там его по батюшке? Жен-ли, да? Папа. Он же жены, да, Жили. Он же сам себе батюшка, правда? Отдает Саару свой сердце бога, глаз бога, не важно. Самолично. И при этом при Ц6... Ну, а как? И при этом при Ц6... Он самый читерный архонт. Давайте сравнивать с Венки. Потому что очень интересную теорию выдвинула Марго. Она мне только понравилась. Зачем захотела сделать стрим? Потому что она сделала сравнение. Что Ц6 дед сильнее обессилившего... Точнее, как? Обессиливший Ц6 дед сильнее обессилившего Ц6 в Энте. Ну и, соответственно, в принципе, они все проигрывают ему. Но она к нему еще раз не пришла. Он его отдал в Валину. Во время кат-сцены... Он отдает что-то... Ну... Ну так вот. Извиняйся, я попадаю. Он до Валину в Валину... Во время кат-сцены... Он отдает до Валину что-то маленькое, светящееся и круглое. На что до Валин спросил из разряда... Что такие щедрости? Вы что думали, он его просто благотновил, что ли? А вдруг? Вам невероятно. Как же Ц6 бэнти, я взглядел это из вмешательства по твитту, в принципе, политику Монштадта. Да? Нет, я думаю, с учетом того, что он... Да, и тем самым он отбрекался от любой возможности идти в контры с ними. Он же ветер изначально. До того, как он стал человеческой формой. Ну что, вы не ждете серьезных решений, что ли? Не, ну серьезные решения, окей. Но все-таки. Он же архонт. Почему он слабее? Неужели от возраста зависит сила? А в каком смысле слабее? Я думала, понятие силы относительно. Да откройте, пожалуйста, эту тему. Не меня, Морекс... Смотри, Морекс когда-то был архонтом войны. Окей. Вот этот вот консталляция из островов, это кто-то психанул в попытке закрыть кого-то под водой, да? То есть сначала был вот этот легконервный, буйный товарищ с опцией закидать камнями. Все, а потом у нас такой хуа, 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 контракт. Что случилось? Выдохнул, сила кончилась, нервы решил пожалеть. Что случилось? Как вояка мог стать спокойным, таким флегматичным богом-контрактом? Хороший вопрос. Вот это вопрос, чем пошло не туда. Ну, может быть, он из бабы превратился в мужикал? Поменялся пол, поменялось восприятие? Нет, 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 во время войны он был уже мужиком, сорян, я не прокатишь опции ПМС. Сейчас, ага, так было близко. Нет, сорян, сорян, я юрист, нет, нет. Нет, ну я пыталась, я пыталась подвести к этому, но я же не знаю временных промежутков. Да, возьми печенье. Сейчас уже даже возьму. Интересный момент в том, что у деда, до того, как он стал архонтом контрактов, не было контракта с Селестией. Он заключил контракт с Селестией, он стал архонтом контрактов. Ему выдали Леуэ. А дальше? Вот тебе и вопрос, откуда ноги растут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok